Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на канале сети ножевых магазинов Мейстер Мейстер будет очередной выпуск ножевой лаборатории. И мы сегодня будем тестировать вот такой вот нож, который называется CJRB Meilin. Ну, здесь, в общем, что интересно. Пожалуй, наверное, этот нож, ну, как минимум, один из самых маленьких ножей, который в наши тесты вообще, в принципе, попал. Недорогая такая штука, женщиной придуманная. Многие считают, что это по этой причине нож такой для женщин. Но, на самом деле, такой по-своему прикольный малышок. Большой обзор на канале уже довольно давненько был. Ну, и вот теперь мы решили все-таки попробовать запустить его в тесты. Честно говоря, очень долго мучился по данному вопросу. Как же вот по всему вот этому битой бить? Но уговорили. В общем, буду делать. Поэтому от слов к делу давайте начинать. Первый тест у нас с вами это ношение на кармане. Ну, и с этим, в общем, я думаю, что проблем никаких особенных нет. Тут просто нож очень маленький, требуется некоторый контроль за этой клипсой. Но она очень эластичная. То есть, если вот джинсы такие, как мои, с чуть свободным карманом, то легко отгибается край. Никаких последствий на руках. Все прекрасно носится, прекрасно снимается. У ножа очень скромная масса, поэтому, скорее всего, замечать вы его не будете. Ну, и, кстати, да, покажу вот такой вариант, который предполагает сама автор. О том, что нож можно носить вот и на этом кармане. Тут действительно такой размер ножа, что, по крайней мере, на моих джинсах, он даже до конца этого кармана в глубину не достает. И вот носить будет очень удобно. Что касается работы с ножом. Ну, во-первых, скажем так, здесь есть шпеньки. Они позволяют вам нож открывать как очень быстро, так и очень медленно и любой рукой. Даже если вы не особенно с этим много тренируетесь. Ну, и кроме того, надо понимать, обратный флипер. То есть, вот это вот в плане пощелкать, такая небольшая механическая игрушка. Тут тоже прямо все в порядке. Замечательные вот эти шариковые подшипники в осевом узле. И, в общем, такой, в принципе, в этом отношении интересный с точки зрения игрушечности с одной стороны, а с другой стороны с точки зрения управляемости ножа. Ну, давайте к делу. Самая, конечно, главная такая особенность этого ножа, это то, что он очень небольшой. То есть, поэтому, ну, по крайней мере, вот так вот от себя шнур режется вообще замечательно. Насколько здесь удобно будет мое стандартное упражнение срезан вперед, не знаю. Просто именно из-за размера и формы клинка. Ну, давайте попробуем. Тоже отлично. Прям, знаете, скажу, что это вообще... Я в последнее время тестировал ножи других производителей. Должен сказать, что вот приятно вспоминаю, что ножи CGRB все режут приблизительно вот так. Они достаточно тонко сведены бывают в этом отношении. Сталь здесь AR RPM 9. В общем, в этом плане прям очень комфортно. Давайте картон еще немного попробуем. Тут, наверное, картоне ничего нет. Ну, в общем, я бы так сказал, что здесь только вопрос именно размера клинка. Вам потребуется определенный контроль, потому что клинок достаточно небольшой, но картон он режет прямо вот просто на ура. Если резать еще и прям вдоль вот этих вот таких вот направляющих внутри картона, то вообще проблем никаких. Зарез на весу, баллы самые высокие. Но, понятное дело, надо просто учитывать в ваших задачах. Не окажется ли, что вам просто маловато этой длины клинка. Но если у вас нет ничего другого, это прямо близко к такой, знаете, опасной бритве. Теперь, друзья, у нас с вами рез на плоскости. Ну, и тут, видите, я вот немножко в сложном положении. Вот настолько маленький клинок у этого ножа. ТТХ по ссылке в описании. Здесь у нас не предмет разговора об этом. Но... То есть, понимаете, режет это хорошо. Рез получается, вот посмотрите сами, он довольно чистый. В этом отношении все качественно. Но просто клинок относительно небольшой. То есть, это очень резучая штука, но очень маленькая. Ну, да. То есть, тут вот и пушкаты отлично работают. Вот эти самые. Давайте так попробуем поставить, чтобы вам лучше видно будет немного. Но, в общем, работает это прекрасно. За рез на плоскости здесь тоже самые высокие баллы. Мне вот сейчас даже слегка неловко, потому что, ну... Скажем так, гораздо более крупные ножи обычно у меня в подобной работе, в этих тестах. Ну, и поэтому я материалы использую сходу другие. Тут я подумал, что, наверное, все-таки вот какое-нибудь такое строгание небольшого колышка. Ну, не знаю, там, уровня. Может, вы кораблик соберетесь ребенку сделать, там, или еще что-нибудь такое. Оно, наверное, здесь вот при такой длине клинка и вообще при такой размерности ножа, ну, будет что ли, по крайней мере, на старте немного более показательным. И я вам так скажу, что вот, по крайней мере, в такой работе это прям все отлично работает. Прям, ну, ну, как бы вот я тут такие всякие штуки делаю. То есть, все действительно прекрасно. Но для обеспечения сопоставимости тестов мы, конечно, попробуем сейчас залезть даже в ту же самую деревяшку. Как тут вообще будет? Ну, знаете, я скажу, что с учетом просто именно размерности ножа, вот с точки зрения того, какова геометрия клинка, тут с этим все хорошо. То есть, такую работу он вам здесь сделать даст. Другой просто вопрос, что ножа тут прямо откровенно мало. То есть, даже если пытаться браться через клинок, здесь просто клинок коротковат, а рукоять здесь небольшая. Поэтому, ну, какую-то серьезную нагрузку вот так вот на клинок дать вам здесь будет трудновато. Ну, и кроме того, прямо скажем, тут и рукоять, она вся вот по изгибу заточена на то, чтобы резать. То есть, в общем, ее просто неудобно удерживать, скажем так. Ну, и я здесь еще один такой момент, связанный с дубовой веткой. Тут я обычно пытаюсь вот такие вот штуки именно выбирать. Ну, в общем, я так скажу, что здесь это работает нормально. То есть, вот он закрепку вот такую какую-нибудь небольшую на дереве, он вам сделать даст. И при этом давайте посмотрим сразу на клинок, потому что, ну, в данном случае, сталь это фирменная сталь производителя. Я вот так покажу, что даже после строгания вот такого, как вы сейчас видели, например, дубовой ветки, каких-то повреждений на режущей кромке здесь нет, а кромка достаточно тонкая. Так, ну, базовые испытания клинка у нас прошли. Давайте к базовым испытаниям замка приступим. Здесь нужно отметить, вот так выглядит замок до всех тестов. У нас с вами здесь небольшой лайнер-лок. Все прекрасно работает. Люфтов не чувствую никаких вообще. То есть, в принципе, нет ничего. Давайте стартовать. Пять ударов в пенек. Ну, как бы так показать? Трехпальцевый прям откровенно хват. Вот так, скажем, тремя пальцами держу. Ну, и сверху так на навершие. Будем бить. Ой. Но навершие, знаете, вот сейчас очень непривычный мне хват. Короче говоря, попал в указательный палец. Причем в указательный палец попал клипсой. Ну, в общем, как-то надо по-другому убраться. А, вот так вот. Ну, знаете, друзья. Вот скажу так. Наверное, за всю историю испытаний это нож, который максимально неудобен для такой работы. Во-первых, очень сложно попасть туда, куда ты хочешь. Это из-за его такой вот геометрии, в общем, в принципе. Во-вторых, очень трудно понять, как его в такой работе обратным хватом удерживать, чтобы действительно бить во что-то твердое, чтобы это как-то сильно. То есть, понимаете, вот если вам вот такое вот надо просто что-то так потыкать обратным хватом, то да, тут никаких проблем не будет. Но если только вы пытаетесь нанести какой-то сколько-нибудь сильный удар, у вас тут же будут проблемы по всей руке. То есть, как бы я это еще делаю в перчатках, мне еще так более-менее, ну, и просто очень чувствительно все получается. А вот если вы это делаете голой рукой, этот нож все-таки предназначен для подобного использования, то, в общем, к такой работе лучше даже не приступать. Ну, и теперь то, что мы проверяем, это прочность. Потому что, ох, есть у нас в последнее время такие ножи в тестах, которые вот даже после удара в пень какие-то изменения замка лайнер-лог получают. Ну, тут ничего подобного нет, в этом отношении проблем никаких. Так, ну, теперь у нас эксперименты с клинком продолжаются. Имитация соскальзывания на алюминии пять раз. Надо сказать, что AR-RPM9 на остальных ножах китайского производителя Artisan Cutlery проявила себя как довольно редкая порошковая сталь, которая, несмотря на то, что не заклина на какую-то очень уж высокую твердость, но вот к таким тестам проявляет абсолютную нечувствительность. И вот, посмотрите, здесь в данном случае то же самое. Я на кромке чуть-чуть вижу только следы от самого алюминия. А, заметим, тут кромка тонкая, у ножа тонкий обух, и, в принципе, здесь сведение ощущается таким весьма и весьма не толстым, но по-прежнему проблем никаких. Дальше у нас с вами рубка медного провода, 2 миллиметра. Такая, знаете, как это сказать, я бы так вот это вот назвал, зачистка проводов, знаете, это такая, скажем так, стандартная, но не очень целевая работа. То есть, очень многие люди делают это ножом, если они не профессиональные электрики, потому что просто инструмента никакого под рукой нет. Ну, сейчас отрубим. То есть, тут опять-таки, у меня нет задачи нанести какой-то колоссально мощный удар, у меня задача сделать работу и посмотреть, не повредится ли ли ногу. Потому что, поверьте, бывает. Потому что, если вы смотрите вот только тест этого ножа, и остальные наши тесты не видели, то подумайте, что зачем они это делают, что они тут проверяют, и с ножом-то ничего не случилось. Ну, да, с этим действительно ничего не случилось. Ну, а теперь, друзья, такая максимальная жесть. То есть, посмотрите, какой нож. Посмотрите, какой у меня, пускай, и маленький брусочек. А теперь посмотрите вот сюда, на этом брусочке. То есть, кто знает, тот понимает. У меня здесь внутри сучки. Более того, это у меня не сосна, а кедр. И причем кедр этот, ну, скажем так, сушится он по меньшей мере уже, наверное, года 4. Поэтому я бы так сказал, что, да, действительно, дерево очень жесткое. И вот тут сейчас, для такого маленького ножа, это не особенно, чтобы формальный тест. Но, давайте щепочек попробуем наделать. Так. Вот сейчас прям по сучку рублю. То есть, волнуюсь, честно говоря. Но, посмотрите, как получается. Прям прекрасно пока выходит. Клинок малюсенький. Здесь нет каких-то особенно сильных ударов. Но, вот благодаря тому, что он такой тонкий, в данном случае, здесь как раз все хорошо работает. Вот. Ну, знаете, друзья, я считаю, что с формальной точки зрения здесь уже достаточно всего сделано. Учитывая, что еще это у нас был вот такой вот брусок. Прям. Ну, действительно, жесткий с сучками. Я думаю, что этого достаточно, чтобы посмотреть на состояние ножа после работы. И вы знаете, я бы так сказал. Здесь вообще, здесь прекрасно все. То есть, никаких изменений, на самом деле. Давайте еще вот так на замок посмотрим. Потому что я не только ничего не почувствовал во время работы, я и создать каких-то изменений, в принципе, этому ножу не могу. На самом деле, конечно, понятно, что этот нож в некотором роде вне конкурса проходит во всех таких работах. Но, все-таки, пока что он их успешно выполняет. Ну, сейчас самое страшное. Ну, давайте скажем так. Я уж сегодня какую-то прям совсем дикую дичь доставать не буду в попытках провести тестирование. Но вот эту вот уже много раз использованную для подобных задач древесину. Сейчас попробуем отработать вот этим небольшим ножом. Ну, вот так вот выглядит. То есть, в принципе, здесь для небольшого клинка тоже должно хватить места. Ну, давайте бить. Ничего не говорю, потому что, честно говоря, с таким небольшим ножом весь процесс требует сосредоточенности. Достаточно большой. Нож очень глубоко залезает, но не выламывает оттуда древесину. Ну, понятно, здесь тонкий клинок и с достаточно высоким спуском может глубоко зайти. Вот, отлетело. Стошновато даже. С ножом пока вроде все нормально. И опять. И опять. Давайте последний раз. Я думаю, что уже понятно, что работы сделали прям много. Соорудить, в общем, в случае какой-то жесткой необходимости несколько закрепок. Вот так вот на дереве с помощью колотушки. Ну, и даже, я бы сказал, небольшую ветку выбрать, если вам потребуется для строительства какого-то укрытия, к примеру, а большего совсем ничего нет. В принципе, я думаю, что вы это вполне сможете сделать. Вот теперь сейчас самое интересное. Давайте смотреть, что у нас здесь. Так. Знаете, какое-то странное ощущение. Ну, то есть, вот, за шпеньки нож вполне себе нормально открывается. Просто я сейчас на некотором адреналине, а так как нож не мой, да нет, в общем, показалось. В принципе, с механикой ничего не изменилось. И знаете, даже микролюфта я вот так почувствовать не могу. Я, правда, боюсь, что это только потому, что я просто здесь на таком маленьком ноже не могу создать соответствующий рычаг. Но все-таки проблемы я вообще никакой не увидел. Поэтому за этот тест пока, по крайней мере, можно поставить самые высокие баллы. Ну, что, друзья, теперь так называемые гвоздевые тесты. Тут, в принципе, про RPM9 нам уже известно достаточно много. Но давайте вот так попробуем. Просто здесь, в данном случае, возможно, несколько более тонкое сведение, чем у его коллег. Ну, и вот, давайте смотреть. Ну, слушайте, в общем, как она себя и до этого вела. Возникает небольшой заусенец совсем после такой работы. То есть, я его могу почувствовать. Нож, естественно, затуплен достаточно сильно. Но каких-то серьезных повреждений здесь нет. Это самые высокие баллы в плане прохождения такого теста. Я сейчас по гвоздю ударю. Ну, скажу так сразу. Насиловать нож не буду в этом смысле. Потому что понятно, что будет. Ну, вот, да. Тут, в общем, я думаю, видно. Вот от такой штуковины у вас кромка пойдет немножечко дугой. То есть, вообще, вот в старых тестах мы за это дело баллы не снижали. То есть, здесь нет какого-то повреждения, которое нельзя исправить заточкой. Оно здесь, ну, затачивать нож в любом случае уже вот после такой работы придется. Но, все-таки, это такая работа, которую, в принципе, ножами, которые хорошо режут, вот именно хороши в режущей работе, лучше не делать. По той причине, что, ну, вот видите, что происходит на кромке. То есть, да, возможно, как-нибудь я попробую этот нож переточить и покажу вам, что будет после этого. Но, тем не менее, вот такой нюанс все-таки есть. Это, может быть, не самое идеальное прохождение теста на данный момент. Но, тем не менее, можно сказать, что это такое прохождение теста, за которое мы обычно не снижаем баллы. Так, ну, и теперь тоже. Понятное дело, что тест с забиванием в пень здесь можно произвести, ну, тоже без особенного садизма. Потому что, ну, как? Этот нож, конечно, в принципе, не может выполнить ту работу, которую мы тут имитируем. Слишком у него небольшая рукоять. И сделать из нее какую-нибудь ручку для переноски чего-нибудь тяжелого будет очень трудно. Так, это сейчас... Нет, это я пальцем попал. Просто на замок. Ну, все, мне кажется, я думаю, что вам уже неплохо видно. Забивать этот нож куда-то дальше не получится. Вот теперь мы с Майей можем посмотреть, каково его состояние в плане организации люфтов. Значит, небольшой люфт я чувствую поперечный. Причем, когда я вот так вот двигаю, я вижу небольшое движение пластины, пружины замка по пяти клинка. Замок работоспособен, то есть, он держит рукоять. Хотя, вот, есть ощущение, что если приложить побольше усилий, можно будет закрыть. Сейчас посмотрим. Вот, но, как бы, в принципе, значит, ну, тут не никакой вот такой микрощелчок. То есть, он происходит от того, что пружина замка немножко по пяти клинка ездит. То есть, из строя у вас нож таким образом не выйдет. Ну, нет, сложить не могу. Зато, мне кажется, что я бы этот нож мог достать, в общем-то, рукой. Ну, просто у него слишком небольшая длина клинка. Давайте пару раз битый ударим, чтобы просто баллы были. Ну, да, нож, естественно, вполне что складывается. Тут, в общем, ничего нового в этом смысле не будет. Ну, это, прямо скажем, несколько не тот нож, даже просто с точки зрения размеров, от которого можно было бы ожидать, что он там выдержит все, что угодно. Вот, теперь у нас самая интересная часть. Так, ну, вот, в принципе, как и на многих других ножах CGRB, получается вот эта вот штуковина. То есть, я слышу небольшой щелчок. Когда ты нож берешь в режущий хват, вот какой-нибудь такой, то у тебя палец одним, в любом случае, при таком размере рукояти, немножко ложится на пружину. Этот щелчок, он просто исчезает, потому что ты вот с ним, ты его просто, по сути дела, прижимаешь рукой. Давайте еще, на всякий случай, я еще с осевой попробую чуть-чуть поправить. Надеюсь, что правильный торт взял сразу. Да, правильный. Ну, осевой чуть-чуть распустился совсем. Если и распустился вообще. Ну, вот здесь, в принципе, все работает. Ну, в общем-то, в принципе, как вот и было раньше на других ножах этого производителя, на вот это вот микродвижение пластины подтягивание осевого в данном случае никак не влияет. То есть, появляется, в общем, так называемый наклеп. Скорее всего, если сейчас разобрать нож, то можно будет увидеть, что на пружине вместе ее контакта с пятой клинка есть, скорее всего, такой небольшой наклепкой, которая появляется от подобной работы. Но, тем не менее, в наших тестах это баллы высокие. Ну, раз за что, кроме того, что нож сложился. Давайте теперь будем к выводам переходить. Ох уж, друзья, это странное чувство после тестов вот таких вот откровенно EDC ножей. Ну, понимаете, вот все наши тесты идут из некоторых таких, ну, так называемых хард-юз тестов, которые проводятся на многих западных каналах уже больше, чем десятилетия. Практически с момента появления Ютуба такие ролики, в общем-то, в той или иной мере выходили. Ну, и понятное дело, что в них вот в основном вот такие ножи никто не тестирует, потому что, ну, вы посмотрите, ну, это совсем малюсенький нож, и поэтому, конечно, подвергать его вот таким вот тестам, которые здесь были, ну, как бы что ли, наверное, просто немного неуместно. Но, с другой стороны, у нас стандартная медотика тестирования. Мы не можем как бы тесты менять, исходя из того, что, а вот там, это нож несколько другого предназначения. Поэтому все проводим стандартно, но, как бы, в голове то, что называется, держим. Вот из-за этого держим в голове очень трудно делать выводы. Но давайте скажу так. Во-первых, бренд CGRB и компания Artisan Cutler и очередной раз доказали, что на данный момент, по крайней мере, среди вот наших тестируемых ножей, их замки Liner Lock – это, пожалуй, самые надежные замки, которые, в принципе, в тестировании есть. Потому что протестировали мы ножи с этими замками около десятка, и они все себя показывают плюс-минус вот так. То есть, вот после всей этой дичи у вас нож из строя не выйдет. Да, понятно, такую работу регулярно им лучше не делать, потому что какие-то изменения в замках все-таки возникают, но, тем не менее, это продолжает работать. А что касается его собственных впечатлений, знаете, от вот такого маленького ножа, начинаешь подумывать о такой какой-то штуковине. Вот у него совершенно микроскопический вес, и, знаете, в принципе, он при этом... Ну, вот вы на него посмотрите. Он достаточно приятный, на мой лично взгляд. Вот так вот, с точки зрения внешнего вида. Вполне такая прикольная сталь. Вполне, в общем-то, можно справиться с какими-нибудь небольшими продуктами. Понятное дело, что не приготовить народу, но как бы сделать какие-то бутерброды, там всякие разные мелочи, такой нож вполне подойдет. Мелкую какую-то работу, типа что-то застрогать, там, допустим, что-то где-то отрезать, нож выполняет тоже на ура, но для этого хорошо придумано. Главное – его удобно носить. То есть, в общем-то, знаете, как первый нож, ну, я как любитель ножей, конечно, наверное, не соглашусь. А вот как какой-нибудь такой второй или лежащий где-нибудь в сумке, на всякий случай, если вы почему-то вышли там из дома без ножа, но с сумкой у вас там с собой было, что называется, это прямо отличный вариант. Причем, ну, он ведь действительно очень и очень многое что выдержит. А это вот в особенности прямо интересно, потому что, ну, в общем, в принципе, в сочетании с вот этой внешностью подобная надежность, которую мы здесь видим, может быть не рекордная, но вполне достаточная для такого малыша, это прямо-таки серьезная заявка на то, чтобы стать одним из таких любимых вторых ножей где-нибудь в кармане. Надеюсь, что вам это было интересно. С вами на канале Мейстер Мейстер был Заливаха. Большое спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok